Здравствуйте! У нас сегодня просто дикая история из Краснодарского края. Там семью махрудчан с двумя малолетними детьми высели из квартиры, а квартиру продали. Пока глава семейства находился на СВО и там, к сожалению, погиб, их квартиру продали, а семью выселили. Как так вышел-то? Мы написали запросы, нам все объяснили, что когда-то они взяли, эта семья махрудчан взяла в апотеку квартиру, потом не смогли выплатить. Банк ВТБ-24 расторг договор, ну и через суд, и квартиру изъяли в счет долга. Но потом глава семейства махрудчан пошел на специальную военную операцию. И на все действия с этой квартирой был наложен мораторий. Но, и тут начинается самое интересное. Через суд этот мораторий снимается. И приставы судебные через специальную площадку эту квартиру продают. Потом там еще один покупатель находится. Продают за 1 миллион, хотя цена ее рыночная около 5 миллионов. Должна была семья махрудчан 950. Адвокат семьи махрудчан приходит к новым хозяевам и просит у них обратно квартиру за миллион продать обратно. Те говорят, нет, выгодная покупка. Мы не согласны. Тоже очень такая схема странная. Квартира, которая стоит за 5. Во-первых, мораторий сняли, быстренько продали по цене в 5 раз меньше. Сейчас эту ситуацию можно через суды откатить назад, чтобы семья с двумя детьми малолетними не осталась просто на улице. К сожалению, глава семейства погиб. Мы написали запросы, как я уже говорил. Идет помощь, финансовая помощь. Это дело сейчас находится на контроле у прокуратуры. Но последнее слово должны сказать суды, чтобы эта квартира вернулась семье. Семье махрудчан, которой она и должна по всем законам юридическим и этическим принадлежать. И справедливость таким образом восторжествует. До свидания.